Сегодня в Лиде торжественно чествовали медицинских работников, которые были заняты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мероприятие прошло в Лидском замке в торжественной обстановке. Медицинские работники Лидщины были удостоены почетных грамот и благодарственных писем Лидского райисполкома, Лидского районного совета депутатов, районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». На сцене медицинские работники получили почетные грамоты и благодарственные письма Главного управления здравоохранения Гродненского облсполкома. Двое лицких медиков были удостоены почетных грамот Министерства здравоохранения. В медицине я уже 20 лет, на скорой будет осенью. Коллектив слаженный, потому что обстоятельства требуют именно сработанного коллектива, чтобы все работали как одно слаженное звено. Ну, естественно, не бывает там без разногласий, но на то он и рабочий процесс, чтобы каждый мог выразить свое мнение, кто-то не согласится, естественно. Ну, а так, работа мне нравится. Шел я целенаправленно на скорую помощь, ждал освобождения места когда-то, 20 лет назад. Ну, и с тех пор здесь работаю, и уходить пока точно не собирался. Для меня это стало полной неожиданностью, то бишь, узнал я только вчера о том, что из Министерства награждения идет за вклад. Ну, естественно, что доволен, наверное, не то слово. Всего на личине в сфере медицины более трех тысяч работников. В борьбе с ковидом был задействован каждый третий. Для больных коронавирусной инфекцией было перепрофилировано около 300 коек. Начальник главного управления здравоохранения Гродненского блузполкома отметила высокий уровень профессионализма лицких медиков в период пандемии. Главный врач лицкой ЦРБ Вадим Трубчик был награжден почетной грамотой Гродненской областной организации белорусского профсоюза работников здравоохранения. Пандемия, коронавирусная инфекция стала достаточно серьезным испытанием не только в целом для общества, но в первую очередь для здравоохранения. И сегодня, хотя, конечно же, ситуация значительно улучшилась, но еще говорить о том, что мы полностью ее победили рано, но вместе с тем мы можем полноценно сказать, что мы справились. Система здравоохранения достойно показала свою работу. И очень приятно, конечно же, что со стороны власти, законодательной, исполнительной власти, со стороны нашего государства именно работе медиков уделяется столько внимания. И согласно распоряжению Совета Министров, в течение двух недель во всей стране, в каждом регионе, в каждом районе проходит торжественное мероприятие по участвованию медицинских работников, которые были задействованы при оказании медицинской помощи ковидным пациентам. На следующей неделе состоится областное совещание. В целом задействовано было порядка более пяти тысяч медицинских работников по нашей Гродненской области. И развернуто порядка трех тысяч коек. Нужно сказать, что медики сработали очень оперативно. Перестроили в целом всю организацию работы. У нас не было случаев, когда были отказы в связи с отсутствием мест. У нас не было случаев, когда не хватало аппаратов ИОЛ. У нас не было случаев, когда не хватало кислорода. У нас всего хватило. И это большая заслуга непосредственно тех, кто работал, начиная от руководителя организации, заканчивая санитарочками, заканчивая водителями скорой медицинской помощи. Нужно сказать, что не только тех, кого мы сегодня чевствуем и будем говорить спасибо, их работа послужила результатом. Но и в целом все остальные, и первичное звено, кто оказывал помощь населению по другим нозологиям, по другой патологии, в том числе сохранили экстренную помощь. То есть экстренная помощь оказывалась в полном объеме. И сегодня все районы уже постепенно возвращаются к обычному ритму работы. Во всех районах восстановлена плановая госпитализация. Но вместе с тем мы помним про ковидную инфекцию и требования по защите медицинского персонала, предупредительные меры по распространению ковидной инфекции в учреждениях здравоохранения сохранены. Хочется сказать огромное спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем, кто работал и кто работает. И пожелайте им в первую очередь здоровья.